Сегодня вспоминают о жертвах Холокоста. В этот день в 45-м советская армия освободила концлагерь Аушвиц-Освенцем. Там, по разным оценкам, были убиты от полутора до трех миллионов человек. Общее количество жертв Холокоста превышает 6 миллионов. Через 68 лет после окончания войны Израиль разыскивает их потомков. В банках страны хранятся сотни миллионов долларов, принадлежащие жертвам Холокоста. Здесь принят закон, который обязывает власти заниматься поиском наследников. И даже создан специальный фонд, рассказывает Сергей Ауслендер. Давно знал Борис, что дед его Мойша, предприниматель, жертвовал деньги в далекую Палестину. Даже купил какие-то акции. Сколько событий произошло с тех пор? Революция, советская оккупация, война, эвакуация. Борис, доктор биологии, через годы оказался в той самой Палестине. Теперь он израильтянин. И не думал, не гадал, что спустя столько десятилетий его, давно умерший дедушка, передаст послание из прошлого. Израиль выплатил внуку деньги, причитающиеся за акции, которые все это время хранились в банке. Я поражен его благородством по отношению к стране. Их работа с родни следовательской ищут в архивах старые записи о родственниках тех, кто оставил после себя наследство, а сам исчез в пламени Холокоста. В Израиле закон обязывает государство передать наследникам имущество и деньги погибших. В израильском банке Леуми есть десятки тысяч счетов, открытых людьми, которых уже давно нет в живых. Там хранятся деньги, драгоценности, ценные бумаги. И у всего этого имущества, говорят исследователи, обязательно есть наследники. Только они, как правило, об этом не знают. Их очень много, людей, живущих в Америке и Европе, России и Украине. И даже не догадываются, что наследство от своих дедушек и бабушек можно найти и получить. Это очень просто. На сайте компании надо заполнить анкету и ждать. Если факт родства подтвердится, сотрудники государственного фонда сами найдут получателя. Всегда. Нет такого документа, который существует одной копией. Даже если в моей семье весь семейный архив пропал, сгорел в ревакуации, погрома, бомбежки и прочее, это означает, что нет копий и документов. Главное, конечно, не деньги. Часто это очень символическая сумма. Но восстановить справедливость, помочь людям обрести свое прошлое, вот основная цель. Родственники погибших получают копии документов, фотографии и давно утрачены семейные ценности. У нас был совершенно невероятный случай. Мы нашли брата и сестру, которые жили по соседству, но ничего не знали друг о друге. Когда они встретились, оказалось, у них в домах висели совершенно одинаковые фотографии родителей. Это работа, которая никогда не закончится. Сотрудники фонда по крупицам восстанавливают генеалогию семей, собирают давно разрушенную мозаику человеческих отношений. Особо подчеркивают, это абсолютно бесплатно. Если вы хотите узнать о своих корнях, деньги адвокаты не нужны. Сергей Услендер, Алена Боярская. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер.